Всем привет! Примерно год прошел с того времени, как на украинском рынке появился новый травматический страйкер от Flarm TQ-1. И люди периодически атаковали мою личку в фейсбуке, в инстаграме, в других сетях и спрашивали, что же все-таки лучше взять? Flarm T910 или Flarm TQ-1? Особо я тогда не мог ответить, потому что не было у меня какой-то возможности хорошо сравнить эти пистолеты между собой. И вот когда у меня появился личный TQ-1, вопросов стало еще больше. Пытался недавно записать отдельное видео, но потом решил все-таки объединить эти сравнения, обзоры в одно видео, но скорее всего будет несколько частей. Сегодняшняя часть будет именно обзорная по внешке, выскажу свои некоторые претензии по некоторым из моделей. Во второй части, скорее всего, покажу внутреннее устройство этих пистолетов, сравним между собой. Ну и в третьей части, если успею в этом году еще пострелять на разных патронах, показать именно отличие этих пистолетов, потому что стволы разной длины, разные пружины. И прежде чем продолжить, у меня будет большущая просьба к вам. Пишите свои вопросы под моими видео здесь, в ютубе, потому что вы атакуете мои лички в фейсбук, инстаграм, другие соцсети более-менее однотипными вопросами. Каждый раз мне отвечать на них все тяжелее и тяжелее. Вопросы одни и те же, ответы тоже одни и те же, времени на ответы занимает много. Через какое-то время я просто физически не смогу вам отвечать, вы будете обижаться, писать мне гадости какие-то. Здесь же в ютубе вы когда задаете вопрос, я вам, например, ответил, и тот, кто хотел задать подобный вопрос, он просто прочитает, что такой вопрос уже есть, и как бы посмотрит мой ответ. И я думаю, удовлетвориться этим не будет лишний раз меня отвлекать где-то в другой соцсети. Если же вопрос более-менее будет интересен, и я не смогу, как бы, коротко о нем рассказать, я, возможно, буду снимать видео ответ. То есть, такой, как бы, диалог у нас будет именно здесь. К тому же, самая главная штука, когда вы пишете комментарии здесь, именно в ютубе, то ютуб по количеству большому комментариев все-таки чуть-чуть поднимает видео где-то там в рейтинге, также поднимает рейтинг моего канала. То есть, своими комментариями вы помогаете мне развивать мой канал. Поэтому пишите, желательно, вот здесь, в ютубе. Это будет хоть какая-то ваша помощь. Ну, а кто желает меня поддержать финансово, все реквизиты будут в описании. Точно так же, как и ссылки на все мои соцсети. И также есть ссылочка на телеграм-канал, где чаще выходят все-таки анонсы каких-то видео, и видео появляется ранее, чем на самом ютубе. Но, опять же, оттуда есть ссылка на наш телеграм-чат, где мы обсуждаем какие-то вопросы в более живом общении. И там очень много именно владельцев Grand Power от Flarm. Поэтому заходите, присоединяйтесь, будем обсуждать в живом общении. Но и не забывайте писать комментарии здесь. Итак, теперь больше о сравнении этих двух образцов. Т-910 от Flarm и Т-Q1 Уксор, тоже от Flarm. Пистолеты немного разные по своей конструкции, хотя и очень много внешних у них элементов, которые похожи. Также люди много задают вопросов, все-таки, что выбрать, страйкер или курковый пистолет, то есть Т-Q1 или Т-910. Я задаю им встречный вопрос. Вам нужно для спорта или для самозащиты? Тренироваться в стрельбе или все-таки в основном, чтобы носить с собой? Сами понимаете, для чего? И вот в зависимости от предпочтения владельца, можно определиться с выбором пистолета. Хотя часто я говорю, возьмите его в руки, поклацайте, посмотрите, подержите, все-таки определитесь, какой вам лучше ложится в руку. Ну и потом смотрите по тем задачам, которые вам нужны. И вот по моему субъективному мнению, для спорта, именно я бы выбрал все-таки Т-910. Он более мягкий, практически на любую руку подходит и практически всеяден. Даже самые слабые патроны, которые есть у нас на рынке травматические, он скорее всего пережует, особенно в более поздних версиях выпуска этого травмата. Такий у первый, все-таки больше он для самообороны, он более компактный. Тренироваться на нем тоже нужно, но он рассчитан под более мощные патроны. Здесь изначально стоит одна пружина, она более мощная, которая ставится на боевые пистолеты под патрон 9х17. Курц, браунинг и так далее. Ну, такой вот европейский, можно сказать, калибр. Вот, пружина та же самая стоит здесь. Канал ствола такой же, как и у Т-910, но ствол чуть короче. Ну и само собой пистолет чуть покомпактнее. И, к сожалению, да, ему нужен более мощный патрон. Ну, это мы, наверное, рассмотрим в других видео где-то. Сейчас все-таки я хочу рассказать некоторые свои субъективные же опять, ну, скажем так, притязания именно к Т-Q первому. Но они чисто касаются, можно сказать, внешки и, наверное, того, чего бы я хотел заменить в процессе тюнинга. Тюнинг я собираюсь сделать именно по этому пистолету. Ну, то же самое, что и у Т-910, это пластиковая мушка, самое первое, что мне особо не нравится. И жутко не понравилось, что именно вот фирма Grand Power заменила целик на Т-Q первом. Такое ощущение, что он стал более высоким. Но если его сравнивать с Т-910, то по высоте они одинаковые. На самом деле, просто это такой визуальный обман зрения. Как видите, на Т-910 целик полукруглый такой, а на Т-Q первом срезали просто переднюю и заднюю часть. И в итоге он остался такой же высоты, но просто кажется визуально более высоким. Но у него появились вот эти острые грани, которые именно для компактного пистолета, я считаю, ну, недопустимо. Потому что быстрое извлечение и тому подобное, как бы нужно наоборот это все убирать. И целик я бы все-таки здесь оставил именно полукруглый, как на Т-910. Чисто мое мнение. Многие могут со мной не согласиться и, скажем, владельцы, такие обожатели именно Гранд Пауэра, могут меня покусать где-то в каких-то моментах. Но я высказываю чисто свое субъективное мнение. Опять же, не особо мне нравится все-таки пластиковый спусковой крючок в пистолете. Хотя на боевом оружии даже сейчас много используется именно везде. Полимеры, пластик специфический там армированный. Ну да, у базового Т-910 тоже пластиковый спусковой крючок. Но мне нравится металл. Вот я бы заменил на алюминиевый. Надеюсь, что производители тюнинга на рынке Украины, которые делают вполне замечательные пяточки. Кстати, по пяткам, кому интересно, вот ссылочка на видео есть. Я там примерял примерно по магазинам емкости. Не буду об этом повторяться. Можете посмотреть в том видео. В общем, я надеюсь, что в скором времени появятся какие-то элементы тюнинга. Как для Т-910, так и для Уксора. И все-таки хочется более прямой такой спусковой крючок именно из алюминия, чтобы он был. Точно так же, как и рычаг вот этот предохранительный. Далее, что по внешке? Да, в принципе, вот на этом все мои как бы такие негативные моменты, наверное, и заканчиваются. Хотя нет, один есть, он довольно ощутимый. Но, к сожалению, это связано с самой конструкцией. Смотрите, если вот так именно сверху рассматривать эти пистолеты, то по толщине они абсолютно одинаковые. То есть, Т-1, его прародитель, боевой образец, естественно. Q100 и потом Q1 был, ну, более длинный пистолет, естественно. И, само собой, осталась как бы толщина рамки. Все осталось базовое. Ну, вы видите, что она абсолютно как бы похожая и перекочевала с боевых образцов. Поэтому по ширине они остались такие же и затворы остались такие же. Вот именно для компактного пистолета, конечно, очень хотелось бы, чтобы он был уже. За пример можно взять, например, тот же 43-й ГЛОК, да. Но не будем в суе ГЛОК здесь упоминать в видео про Гранд Пауэр. Но, тем не менее, наверное, было бы, ну, вполне можно позволить поставить здесь ствол довольно, довольно тонкий. И затвор можно было уменьшить, даже не уменьшая двухрядность магазина. То есть, можно было чуть уже сделать все-таки специально сам пластик рукоятки. Тем более, что все равно здесь он имеет другую форму, не такую, как на других пистолетах. Ну, к сожалению, вот как оставили, так оставили. Надеюсь, что в будущем что-то появится такое более еще уже компактнее. Ну, может быть, даже и пистолет чуть покороче будет. Ну, посмотрим. Пока рассматриваем то, что есть. И, в принципе, с этим можно смириться, потому что можно использовать различные аксессуары. Как фонари, так и различное навесное оборудование. И, что самое главное, кабуры можно использовать от Т-910 под Т-Q1 Уксор. Дальше. Если брать по габаритам, то можно заметить, что на Т-910 вот эта задняя часть, так называемый Beaver Tail, он чуть больше. Ну, это для тех, кто боится все-таки, что на курковом пистолете им может здесь курком при ходе затвора прижать кожицу их нежную детскую. Есть такие люди, которые боятся, переживать особо нечего. Но на Уксоре здесь укорочен этот Beaver Tail, потому что курка здесь нет вообще. То есть, довольно большое расстояние, как бы затвор вряд ли здесь что-то сможет защемить по руке, когда будет отходить назад. Так что здесь бояться как бы нечего. Опять же, самая главная вещь и отличие этих пистолетов. Видим, что на Т-910 есть внешний механический предохранитель. Он здесь один, что самое интересное. То есть, есть предварительный взвод курка на Т-910 и механический предохранитель. У Уксора нет внешнего предохранителя. Здесь, как видим, стоит заглушечка на оси, потому что вот эти же рамки, они используются на более компактных вот таких курковых пистолетах. И там стоят тоже внешние флажки, поэтому, чтобы новую линию не делать, скорее всего, производитель, то есть Grand Power, Словакия, они вот таким образом поступили, просто поставили заглушечки. Здесь вот, как видите, тоже заглушечки стоят на вот этих подпружиненных шариках, которые удерживают переводчик-предохранитель. И, собственно, это такое вот внешнее отличие, потому что у Уксора внутри аж целых два предохранителя. Один, как мы видим, здесь механический, то есть нужно нажать, как у Глока, нужно нажать на вот этот рычаг и потом произойдет спуск, ну, грубо говоря, ударника. Чуть курка не сказал. И внутри есть дополнительный предохранитель, который срабатывает только тогда, когда выжимается полностью спусковой крючок. То есть до того не разобщится даже ударник, пока не будет выжат полностью спуск. Я надеюсь, мне удастся показать в следующем видео, когда будем внутрянку смотреть. Мы это попытаемся рассмотреть все-таки. Но если у вас взведен курок, курок опять говорю, если взведен ударник, то есть взведен сам пистолет, можно сказать, патрон в патроннике, взведен ударник и он упадет, он сам не выстрелит, все-таки пока не будет нажат спусковой крючок. Там просто элементарно блокируется ударник специальной деталью. И это есть на боевых пистолетах, на боевых грандпаверах и курковых в том числе. Вот, к сожалению, на Т910 такого нет внутри. Ну, пошли на упрощение конструкции, все-таки травма туда-сюда не так опасна, как боевой пистолет. На спортивных, на боевых есть там специальная деталь. Она такая же, вот как на Уксоре стоит в данном случае. Но на Уксоре, на Страйкере, она все-таки более нужна, чем на курковом пистолете. Ну, а так по внешке, наверное, все, что здесь можно рассказать. Элементы управления взаимозаменяемые, там кнопки сброса магазинов. Магазины тоже могут быть заменяемые, то есть здесь все похоже, рамки похожи. Некоторые вот элементы управления, рычаги затворной задержки, все это более-менее взаимозаменяемые на этих пистолетах. Поэтому сложности с каким-то тюнингом или запчастями быть не должно. Хотя, и как мы видим, по затворам они несовместимы, к сожалению. Но я, наверное, сделаю небольшой эксперимент, о чем вы увидите, скорее всего, позже. Попытаюсь, во всяком случае, потому что тут по размерам, по некоторым есть нюансы. Ну, и по некоторым нюансам таким, что бросилось в глаза. Например, довольно сильно выскакивает базовый магазин, он короткий. И когда он пустой, пустой, пустой магазин, он вылетает просто как из пушки, можно сказать. Смотрите, какая сработка. Я вот держу ее боком, даже если его держать немного магазином вверх, то магазин практически полностью выскакивает. То есть, непонятно, почему так происходит. Потому что вроде как пружина более-менее разжата, подаватель сверху стоит. Когда, например, напихать патронов 12 штук вовнутрь, то магазин так не выскакивает. Потому что здесь, в данном случае, магазин легкий, а с патронами он более тяжелый. И он вроде как бы должен вылетать вообще хорошо, потому что он тяжелый. Но в данном случае, вот, легкий пустой магазин вылетает значительно сильнее, чем магазин, например, с удлиненной пяткой. Видите, он просто себе как-то так вольготно выпадает. Вот, вот, еще более тяжелый магазин с увеличенной пяткой на примерно 20 патронов. Тоже вот так довольно медленно выпадает. А то же самое, например, на Т-910, ну, частично выходит магазин. Ну, здесь чуть получше, конечно. Так, другого типа. Просто еще магазины разные есть. Нужно это учитывать. Вот, вроде как говорят, что есть магазины, как производство самих словак, то есть на Гранд Павере делают, так и какие-то итальянские магазины. Они немного отличаются. Опять же, бывают, заезжают магазины все-таки разные. Например, которые были под 9 на 19, и здесь вставочка специально сзади стоит. Или магазины, которые со вставкой идут, они, например, под 9 на 17 или 9 на 18 ПМ. Разные магазины, поэтому могут быть разные нюансы. Визуально вы видите, что они довольно похожи. Единственное, что все-таки разница, это то, что абсолютно разные системы. Курковая и страйкер, так называемый. Ну, здесь, как видите, я уже немножко протюнил, можно так сказать. Такие первые. То есть, сделал небольшую пометочку. Лаком просто красным нарисовал, оно чуть присохло. Не такое яркое стало. Кстати, вопросы мне задавали. Вот я постил в Фейсбуке, там в группе Фларм Клаб. И у себя в группе, ну, там у меня группа более обобщенная такая. Именно Гранд Пауэр. Клуб любителей Гранд Пауэров. Кстати, заходите, подписывайтесь. Я отдельно ссылочку поставлю. И некоторые люди спрашивали, не будет ли оно отвлекать именно вот от прицельных белых. Но я вам скажу следующее, что вот когда я вижу сами прицельные метки эти, то периферическим зрением вы видите, что у вас как бы взведен ударник. То есть, вы когда поднимаете оружие на линию прицеливания, вы видите вот эти метки на целики мушки. И буквально у вас в поле зрения находится эта красная точка. Она не отвлекает на самом деле. То есть, вот вы целитесь, прицелились, видите, вы как бы подвели под мишень. И видите, что красная точка у вас есть. Потом вы делаете спуск. И у вас красная точка превратилась в черненькую. То есть, красная, черная. Красная, черная. Довольно хорошо все видно прекрасно. Вот примерно так. Про ход затвора кто-то там, я не знаю, пошутил или действительно как бы не совсем человек понял, что вот я как бы показал, на сантиметр сдвинул затвор и все, и ударник как бы взвелся. Но это специфика именно страйкеров. Об этом мы поговорим, когда я буду показывать, сравнивать внутрянку. А на сегодня, я думаю, все. Если я что-то пропустил, вы пишите вопросы свои, задавайте под видео. Я попытаюсь в следующих, как бы, выпусках на них ответить. На этом все. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Опять же, мои соцсети, наша группа в Telegram, где мы обсуждаем не только видео с моего канала, а различные вопросы, касаемые оружейной и околооружейной культуры, новостей и так далее и тому подобного. Всем удачи, пока, до новых встреч. Счастливо. Продолжение следует...